iphone 6 очень хорошо помню как я купил iphone 6 я выходил из машины и был такой радостным я был в пальто а мой старый телефон чувствовал что я сейчас наверно поменяю я выходил стукнул дверью и разбил свой старый телефон и купил iphone 6 ну я то есть собирал копил это была существенная сумма к тому чтобы я насобирал то что я хотел у меня реально горели глаза чтобы идти и работать это не прикол сейчас абсолютно то есть мне было на первых порах и сейчас то что работа поменялась компании мне было реально интересно на самом деле не могу вспомнить это правда я бы отменил однозначно официальный стиль одежды то что есть некоторые должности которые предполагают встречи официальные соответственно нужно быть одет официально но хочется больше немножко больше не формальности всем привет на связи 5 элемент и это реально кто знает у нас есть оператор макс который знает сколько дублей записываю и не могу записать все с первого дубля поэтому всем привет на связи 5 элемент так как работа связана с ютюбом это как в хорошем смысле наркотик проверить просмотры подписчиков и это маниакально причем ты можешь это делать сто раз за день и это не надоедает хотя мне говорили что денис тебе скоро надоест я очень сильно люблю футбол и если я ошибаюсь в итальянском футболе есть такой термин как позиция на поле у человека триквартиста свободный художник если бы скажем так работа мне не предполагала свободного художества в хорошем смысле возможно это было бы как рутина но это просто банально интересно поэтому с утра идешь надел airpods идешь слушаешь музыку настраиваешься да ты идешь по торговому центру с женой гуляешь и втихаря смотришь опять же тех подписчиков просмотра что но это настолько затягивает я не знаю как как на других работах на других вакансиях пятом элементе но дело в том что ну как-то часть всей твоей работы проникает все-таки в жизни и ты просто по-другому не получается потому что комментарии просмотра идут всегда и тебе нужно на них оперативно отвечать реагировать ну вот поэтому конечно безусловно я так скажу что у меня есть четыре пять шесть семь восемь девять десять человек с которой мне в кайф находиться на работе у меня очень крутой отдел это совершенно искренне круто когда есть единомышленники которые могут и поговорить на серьезные вещи и поржать обсуждать мемчики я обожаю мемчики вот поэтому для меня очень сильно решает коллектив у которого вот подвижные молодые мозги это прям очень круто кстати это наблюдается и в магазинах и в том числе в офисе где я сейчас нахожусь больше всего не люблю выбивать какие-то товары на обзор которые очень интересные которые были бы интересны зрителю и я понимаю что физической возможности их там взять сейчас примеру вот пожалуй только это раздражает ну и так как человек наверно супер новой формации меня в целом раздражает какая-то даже минимальная бумажная работа а вот знаешь вот я тебе так скажу что мне очень сильно повезло что моя скажем так любительская деятельность слилась с профессиональной деятельностью если кто-то из зрителей не знает я занимаюсь проведением мероприятий на честно говоря это идеальная позиция которой вот я сейчас занимаю то есть другом и чем-то мечта может быть что там почему-то более глобальным но это не сегодня а вообще если говорить про должность которую я бы мог бы где-то занимать да я достаточно большой срок был в компании продавцом если мне сказали денис там нужно пойти продавать да без вопросов это прикольно то есть мне всегда это да у меня есть два варианта работа бывает супер загруженная когда там реально ты много роликов производишь бывает не очень когда ты много роликов производишь пожалуй твой день напоминает фильм не знаю бэтмен или железный человек почему потому что у них много гаджетов игрушек да с которыми интересно играться там что-то с ними делать и ты чувствуешь себя крутым а когда у тебя роликов и съемок немного не вспоминает фильм социальная сеть у меня вся техника дома вот реально это не прикол купленных пятом элементе история я одно время работал на сервисе что такое сервис это когда у тебя там ломается товар так тебе что-то приносит да ты его принимаешь на гарантийное служение пришла женщина или было письмо но что-то по крайней мере это я так ассоциирует сказал что заберите мне мою кофемашину или кофеварку почему почему потому что у меня болит голова от вашего кофе смысле ну что почему мне мой экстрасенс запретил пользоваться этой кофемашины кофеваркой блин я не помню вот ну короче экстрасенс не влияет на кофе сто процентов и и и и и и и